И 5 лет показатель заболеваемости и инвалидности детского населения возрос на 14%. Однако для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и имеющих трудное материальное положение, для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в детских домах, занятия по иппотерапии финансово недоступны. В рамках проекта проводятся занятия и соревнования по оздоровительной верховой езде с детьми с ограниченными возможностями здоровья и воспитанниками детских домов. Организованы семинары и мастер-классы для родителей детей с ОВЗ о методе оздоровительной верховой езды, ее особенностях и оздоровительному эффекту. Медики на данный момент применяют различные методы реабилитации, такие как дельфинотерапия, апитерапия, в том числе оздоровительная верховая езда или в простонародье иппотерапия. От них идет такая энергетика, от детей. Животные, в принципе, это очень хорошо воспринимают, им нравится. И, конечно, они нравятся, когда приносят с собой что-то вкусненькое. Амуниция у нас достаточно старая, многое уже существует, более 10-15 лет, все изношенное. И работать на такой амуниции с детьми, во-первых, небезопасно, во-вторых, некомфортно абсолютно. Поэтому на средства гранта мы хотели бы полностью обновить экипировку лошади для занятий по терапии, а также закупить необходимые защитные средства для детишек. Подобные проекты нужно развивать. Это очень помогает вообще вот этим вот семьям. Им очень тяжело на самом деле. Они очень рады, что есть вот этот проект. И они очень рады, что вот им досталось место у нас. Вроде бы еще проект не начался, но люди уже звонят, они знают, что в списках они есть. Они звонят и спрашивают, когда же мы наконец приедем кататься на лошадках. Тем, кто пишет гранты, нужно в первую очередь не опускать руки, даже после первых неудач. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Теперь у нас есть возможность после каждого конкурса посмотреть, какие проблемы были. Раньше такой у нас возможности не было. То есть какие замечания были по гранту. Поэтому нужно учитывать свои ошибки, не бояться подавать еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сам проект состоит в том, что мы проводим региональные межспольные соревнования. В каждом регионе определяем победителей. Наша задача максимальное количество ребят познакомить именно с русским силомером, потому что в нем есть определенная уникальность именно в самой системе. И далее у нас цель вернуть дворовой спорт, вернуть спорт во дворы. Наш вариант – это вот перекладина спортивная. Для реализации нашего проекта и для реализации, в общем-то, вот этих вот соревнований и тренировок нужна только перекладина, только турник. Дети имеют право на свое самоопределение. Вот здесь они самовыражаются. Если на уроке физкультуры они не могут столько уделить внимания работе на снарядах, то здесь они самоутверждаются и полностью полагаются на свое умение. Как детей подготовить, чуть-чуть сделать сильнее, выносливее. И считаю, что вот программа русского силомера – это один из идеальнейших вариантов. Девиз этого силомера – «Объединимся, чтобы победить». Участвует вся школа. Когда этот турнир проходит, все загораются, все вместе участвуют. Вот в этом такое здоровское отношение, когда все вместе мы единым целым. Вот я очень рад этому проекту и все время с ним участвую. Я считаю, что турник – это вообще, так скажем, то, на чем мужчина именно должен, так скажем, специализироваться, то, что он должен уметь обязательно делать. Это и здоровье, это и интересно, и становиться сильнее. То есть так как мы проводим очень большое количество соревнований, вот, да, они проходят на площадках каждой школы, но сама подготовка занимает и работа и с организаторами в школах. Обычно это и учителя физической культуры. И с администрацией школ, с администрацией, может быть, где-то районов, да, где мы проводим. Мы сели и очень вдумчиво и сфокусировано писали заявку, понимая, в общем-то, что должны описать, на каких вопросах сфокусироваться, и зная уже по прошлому году, какие у нас были слабые места. То есть мы уже немножечко использовали этот опыт. Президентские гранты дают возможность развивать русский силомер на, скажем так, на большом количестве территорий, да, в нескольких областях. В прошлом году у нас было 6 регионов, в этом году уже 20. Соответственно, без президентского гранта, без поддержки фонда президентских грантов, такую программу реализовать было бы очень сложно. Мы чемпионы, самые сильные наша школа. И все дети радуются и говорят, не зря мы вкалывали, не зря тянулись. Это было здорово, с большим кубком. Чемпионы самые-самые лучшие, самые сильные. Продолжение следует... Чистые игры. Экологический молодежный проект, в ходе которого проводятся командные эко-квесты по сбору мусора в местах массового отдыха. Разработана технология массовых мероприятий, в ходе которых широкие круги граждан участвуют в уборке территории. Подобные форматы привлекают не только неравнодушных граждан, но и внимание СМИ, что в итоге способствует привлечению к экологически ответственному поведению новых участников. И мы решили с друзьями сделать такую немного спортивную игру, где золото нужно где-то будет добывать, то есть мусор собирать. И получать за это какие-то очки, игровые баллы, все в таком духе. И мы устроили такое мероприятие в 2014 году, в июле. И собрали на него 100 человек, и в рамках этого мероприятия было собрано порядка 8 тонн мусора. Наш проект решает несколько проблем. Основная из них это вовлеченность людей в экологическое волонтерство. Доброе утро, уважаемые коллеги. Добро пожаловать в общественную палату. Илья Владимирович сильно переживал, что общественников нельзя. В 10 часов утра в понедельник приглашать на рабочие мероприятия. Но, в общем, народу много, и это показывает, лишний раз демонстрирует тот интерес, который есть у представителей общественных объединений, НКО, к той работе, которую фонд президентских грантов уже успешно реализует второй год. Прошло уже два конкурса, объявлен третий конкурс на получение президентских грантов. До 26 марта, если я правильно помню, есть еще время подготовить заявки. И у вас есть уникальная возможность практически из первых рук Илья Владимирович Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов, получить его, так сказать, напутствие, рекомендации, советы по заполнению заявок, по той процедуре, которую фонд президентских грантов реализует, чтобы конкурс был прозрачным, эффективным, успешным. Мы в общественной палате внимательно очень следим. У нас есть тесное взаимодействие с коллегами. И площадка общественной палаты всегда и здесь, в Москве, и на форумах сообществ, которые общественную палату проводят в регионах страны, предоставляет возможность для проведения такого рода семинаров встреч представителей фонда президентских грантов с некоммерческими организациями. Всегда аншлаг, всегда большой интерес. И, в общем, чтобы время не отнимать лишнее, передаю слово Илье Владимировичу, потому что я уверен, что вопросов будет много. Успешной вам работой, коллеги. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги. И все, кто присутствует сегодня в зале, и все те, кто, благодаря видеотрансляции, которую организует общественная палата, могут посмотреть наш сегодняшний семинар, в регионах России. Просьба тогда загрузить презентацию. С нее мы и начнем. Что такое гранты президента Российской Федерации? Но, в первую очередь, это возможности для вашего развития. То есть это не просто деньги, а это деньги, которые мы пытаемся сделать в некоторой степени умными. Дело в том, что фонд в рамках той задачи, которая поставлена ему президентом, он должен обеспечить дополнительные возможности для всех инициативных и неврнодушных людей, для всех тех, кто реализует свои проекты, готовит предложения по улучшению нашей жизни. Но самое главное, ведь это же, у нас в стране, на самом деле, активных людей очень много. И у многих есть, ну, как минимум, желание помочь другим сделать что-то хотя бы даже на своей небольшой территории. И вот всем людям, которые неравнодушны и безразличны к судьбе страны и к проблемам окружающих, фонд стремит создать условия для их самореализации. Конечно, часто бывает так, что... Это вопрос вопросу об умных деньгах. Это часто бывает так, что инициативные граждане, ну, порой решают ту проблему, которую не решает власть. Да причем даже если это прямо предписано власти. И здесь путей решения этой проблемы бывает несколько. То есть в том числе и там где-то власть все-таки, там, местную или региональную заставить более активно работать. Где-то действительно все-таки взять на себя какие-то вопросы. Просто потому, что если это не решается, нельзя никого ждать. То есть это вопрос для нас с вами, нашей собственной жизни, нашей среды. И именно поэтому, если есть возможность какие-то дополнительные инструменты добавить к финансовой поддержке, например, административную поддержку какую-то оказать, в том числе за счет того, что вы получаете президентский грант, к вам становится больше внимания и со стороны средств массовой информации. Кроме того, и уже региональные и местные власти мы также ориентируем на помощь вам. Поэтому вам становится легче в том числе реализовать свои инициативы. Поэтому вместе с финансовой поддержкой мы стараемся так, чтобы все проекты-победители получали одновременно и информационную, и конституционную поддержку. Мы сейчас уже запустили целый ряд образовательных специальных мероприятий для победителей конкурса. Поэтому здесь возможность и для инициации каких-то собственных проектов, но и для того, чтобы уже организации, которые уже себя зарегомендовали, у которых уже есть опыт, они могли внедрять лучшие практики, в том числе и опробировать какие-то социальные услуги для того, чтобы впоследствии уже оказывать их на постоянной основе в рамках государственного заказа. Ну и, конечно, система ориентирует на то, чтобы развивалась конкуренция в социальной сфере. Конкуренция в хорошем смысле слова – это конкуренция не за деньги, а за то, чтобы, опять же, донести до каждого человека помощь. Вот на слайде видно, как изменялась система президентских грантов с момента ее запуска в 2006 году. В 2006 году был первый конкурс и первые средства, выделенные президентом, на поддержку некоммерческих организаций, тогда это была сумма чуть меньше полмиллиарда рублей. Спустя шесть лет эта сумма увеличилась до полутора миллиардов. Ну и, как мы с вами знаем, решением президента от 19 февраля на этот год уже выделено 8 миллиардов, в прошлом году было 7 и тоже было некоторое увеличение. Изначально было 4, потом стало 7. И сейчас мы имеем 8 миллиардов рублей. Это, на самом деле, очень большие средства на поддержку сектора. Но еще раз призываю вас обратить внимание на заглавие этого слайда, то, что средства президентского гранта – это возможности для развития. Не воспринимайте возможность получения гранта как нечто, что будет повторяться из года в год. Все-таки каждый раз, получив поддержку, у вас возникает некое условие для того, чтобы стать более эффективными и более устойчивыми. То есть старайтесь, пока есть какое-то плечо в виде президентского гранта, привлекать дополнительную поддержку, в том числе опираясь на местный бизнес, на местные власти. То есть чтобы у вас в случае, если впоследствии вы не получите по итогам конкурса, но второй, третий раз президентский грант, то у вас была, чтобы деятельность ваша не останавливалась, не прекращалась. То есть воспринимайте это по-настоящему как целостный проект развития вашей организации. И тогда вам действительно, вот этот президентский грант станет для вас неким шагом вперед в развитии вашей инициативы, вашей организации. Начать хотелось бы, конечно, с того, что было изменено в прошлом году, и тем, наверное, чем фонд очень гордится, это система независимой экспертизы. Потому что инициатив в стране много, и достойных людей тоже очень много, но помочь мы можем не всем, даже в условиях увеличения вот этой поддержки. То есть в прошлом году, когда было заметно, что активность некоммерческих организаций возросла, нам удалось увеличить грантовый фонд с 4 до 7 миллиардов, и сейчас 8, но все равно проблем в стране, конечно, достаточно, и эти 8 миллиардов, они не закрывают все проблемы и все инициативы некоммерческого сектора. Поэтому для нас важно, чтобы отбор получателей президентских грантов был максимально объективным, чтобы это была понятная, честная и открытая процедура. Поэтому как только заявка на получение президентского гранта поступает в фонд, поступает навсегда в электронной форме, все ходы, как говорится, записываются, фиксируется все время подачи, время ее проверки на соответствие условиям конкурса, и дальше, если в ней все условия конкурса соблюдены, то заявка поступает на независимую экспертизу. В рамках независимой экспертизы в фонде построена система автоматического распределения заявок, есть несколько алгоритмов, которые при этом соблюдаются, из огромного сообщества экспертов, которые есть у фонда. Эксперты под заявку выбираются автоматически, исходя из тех тематик, в котором они являются специалистами, обладают необходимыми компетенциями, но кроме того, учитывается, чтобы, например, эти эксперты не были из одного региона, чтобы максимально минимизировать риск конфликта интересов, то, что эксперты будут знать друг друга и могут между собой, что называется, каким-то образом пытаться договориться о заявке, потому что один эксперт не знает имени другого эксперта и не знает, какие оценки он ставит до момента подведения итогов. После подведения итогов экспертам в их личных кабинетах остановится открыта полностью вся экспертиза, без имен, конечно, другого эксперта, но он видит, какие баллы поставил другой эксперт, какие он оценки поставил. Опять же, это нужно, чтобы каждый из экспертов конкурса понимал, почему и как сложился в итоге итоговый балл заявки, чтобы у самих экспертов было видение, как формируются результаты конкурса. Мы даже в конце прошлого года проводили специально, по инициативе одного из членов Координационного комитета, опрос экспертов, и у нас 501 эксперт, очень большой состав из нашего сообщества, прошел анкетирование, и самый высокий балл, который мы могли от 0 до 10 ставить оценки, самый высокий балл, 9,92, это был балл за оценку независимости экспертов. То есть эксперты как раз благодаря тому, что мы состав экспертов не раскрываем, благодаря тому, что созданные алгоритмы их взаимодействия, такого бесконтактного и без имен. В итоге это помогло тому, что нам многие эксперты сами отмечали свою независимость, но еще вот это был самый высокий балл. То есть были оценки за удобство системы, за качество методических материалов, разные оценки. Но самое высокое было за независимость, то, что на экспертов никто не оказывал какого-то влияния и давления в рамках проведения конкурса. После того, как эксперты поставили свои оценки, начинается процедура изучения всех экспертных заключений. И если есть расхождение между оценками двух экспертов, ну это часто бывает, есть эксперты более добрые, есть эксперты более строгие, и если у них существенное расхождение во взглядах на то, как оценить заявку, то назначался, как правило, третий эксперт. Ну иногда, если там уже три был экспертиз сделан, то и четвертый. То есть для того, чтобы понять все-таки, кто из экспертов ближе к объективности. Дальше как раз эти оценки обсуждаются на таких экспертных советах по направлениям, по каждому из направлений конкурса. На них присутствуют и члены коррекционного комитета, и члены объединенного экспертного совета. Собственно, в чем происходит суть обсуждения? То есть как раз отмечаются некоторые нестыковки. То есть если и проверяются, опять же по ряду алгоритмов проверяются, насколько заявки, оценки, которые были, они были обоснованными. То есть иногда какие-то экспертизы, в крайне редких случаях какие-то экспертизы аннулируются, но это было буквально там несколько десятков случаев, даже меньше, наверное, чуть больше десяти. А какие-то оценки экспертов, опять же, видоизменяются. То есть иногда бывали случаи, когда даже на этом этапе назначались дополнительные экспертизы, потому что, например, заявка по некоторым направлениям, эти заседания, они длились по 7, по 8, по 9 часов, и это завершалось тем, что проходили все заявки, которые набирают проходные баллы. И когда проходили все заявки, набирающие проходные баллы, вчитывались в их содержание, иногда находились, что в них что-то такое, что эксперт не увидел, но почему-то поставил, например, высокие баллы, и тогда, соответственно, эти баллы понижались. Если, опять же, на этом совещании выявлялось, что есть отклонение от методических рекомендаций, потому что эксперт, он не волен ставить те оценки, которые ему заблагорассудятся. То есть у него нет собственной шкалы оценки, он должен руководствоваться той шкалой, которая едина для всех экспертов, только тогда экспертиза будет релевантна. Но у нас есть те эксперты, которые пытаются свое привнести в конкурс. Вот такие экспертизы как раз и отводились. То есть иногда эксперт там ставит ноль и пишет какое-то свое мнение, почему он считает, что это оценка ноль, хотя оценка ноль нереальная. То есть нельзя поставить ноль за экспертизу, если только вообще ничего не написано, только тогда можно поставить ноль. Или там кто-то поставил 10, опять же, 10 – это сверхъестественная оценка, она означает, что это самая лучшая заявка по данному критерию вообще в конкурсе. Но иногда явно видно, что в заявке, конечно, на 10 баллов по этому критерию она не тянет. Что происходит дальше? Дальше все итоговый рейтинг по каждому из экспертных заключений, он из него вычисляет среднеарифметическое и формируется так называемый предварительный рейтинг заявки. Объединенный экспертный совет формирует предложение по значениям проходных баллов, то есть с каким рейтингом заявки проходят число победителей. И дальше итоговое решение остается за Комитетом, высшим органом управления системой конкурсов президентских грантов, которые созданы президентом Российской Федерации, состав утвержден президентом Российской Федерации. Соответственно, Комитет, определив вот эти пороговые значения, дальше список победителей формируется автоматически, ну по сути автоматически. То есть все заявки, которые равны проходному баллу, определенному коррекционным комитетам, они все попадают в число победителей. Поэтому здесь невозможно вытащить какую-то заявку ниже планки, потому что все зависит только от того рейтинга, который в результате экспертизы сложился у каждой заявки. В прошлом году, чтобы было сказано о том, что у нас несколько десятков экспертиз аннулировано, чтобы представлять объем и какой процент от всего этого проведенной работы, в прошлом году было проведено более 31 тысячи экспертиз. Это полновесные экспертизы, в которых ставятся и баллы, и по каждому баллу эксперт описывает комментарии, почему он такой балл поставил в заявке. Соответственно, у нас 29 тысяч были обязательны, и вот больше 2000 экспертиз, это те экспертизы, которые проведены дополнительно. И ко второму конкурсу наше сообщество экспертов уже насчитывает 693 человека из 66 регионов, при этом у 48 из них есть степень доктора наук, а у 225 есть степень кандидата наук. Это действительно люди, которые обладают компетенциями по всем тематикам, которые есть в рамках конкурса. Помимо экспертизы, два важных изменения, которые были в конкурсе, и, наверное, многие из вас уже знают об этих изменениях. Это первое, электронная форма подачи заявки, то, что заявка теперь подается только в электронном виде, не нужно дублировать ее в умно-бумажном носителе, запаковывать в конверт и отправлять из любой точки страны в Москву. Все это теперь не требуется, более того, это в принципе невозможно, теперь уже так заявки вообще не принимаются. То есть единственный способ подать заявку – это заполнить электронную форму на сайте президентскиегранты.рф. И, кроме того, опять же, в рамках экспертизы еще одна новация. Был изменен подход к оценке разных по масштабу заявок в зависимости от запрашиваемой суммы. То есть мы для заявок, в зависимости от того, как запрашивается сумма, менее 500 тысяч рублей, менее 3 миллионов рублей, мы для них установили специальную систему коэффициентов, которая позволяет заявкам, претендующим на меньшие деньги, им получать большие баллы по критериям, связанным уже с актуальностью проблемы, с проработанностью идеи. Но при этом у них специально понижающие коэффициенты, например, за опыт организации, за опыт команды, потому что как раз таким образом это поощряется и за масштаб деятельности вообще, например, до 500 тысяч рублей вообще этот критерий не работает. То есть специально, чтобы была возможность, если небольшие организации в конкурсе участвуют, то была бы возможность, чтобы они не конкурировали в рамках одной группы по экспертизе с организациями крупными, общероссийскими, межрегиональными, у которых уже серьезный опыт и достаточно возможностей для написания уже такой серьезной полновесной заявки. Так вот, мы тоже переживали относительно того, как сработают электронные формы подачи заявки, особенно в дальних регионах, и у нас была специальная техническая поддержка, связанная с доступом в интернет, но в итоге оказалось, что это не было сложным вообще ни для одного региона, даже для регионов, в которых есть какие-то сложности с интернетом. Мы сумели с этой проблемой разобраться, и многие нам говорили о том, что это действительно стало, вместо того, чтобы быть сложностью, благодаря этому стало возможным участие из самых отдаленных пунктов организации в конкурсе. Как следствие, вот та статистика, которая сейчас есть на слайде, это то, что у нас по итогам двух конкурсов прошлого года 811 победителей – это организации из малых городов и сельской местности. И в совокупности на реализацию их проектов выделено более 1 миллиарда рублей. То есть как раз именно вот эти вещи, которые связаны с изменением экспертизы, электронной формой подачи заявки, помогли дать такой результат. Ну, наверное, один из слайдов, который наиболее интересен вам всем, это то, как же в этом году проходят конкурсы. Первый конкурс, как вы знаете, с 19 февраля вышло распоряжение президента, и мы на следующий же день начали прием заявок. Уже к вечеру были опубликованы вся конкурсная документация на сайте, и уже как только часы пересчелкнули по московскому времени с 19 на 20 февраля, уже портал работал в режиме заполнения заявок. Соответственно, у нас с вами осталось ровно три недели до окончания срока приема заявок. Это достаточное время, даже если заявку начать писать сейчас, это достаточное время, чтобы подготовить очень хороший проект на конкурс. Некая тоже новация этого года, это то, что мы, благодаря тому, что распоряжение президента вышло чуть раньше, но мы к этому очень стремились, и кроме того, у нас издвигаются сроки объявления победителей и начала реализации проекта. Собственно, у нас прямо на заседании Координационного комитета этот вопрос встал, то есть мы даже где-то хотели все равно себе некий запас оставить на экспертизу, но большинство членов Координационного комитета, наверное, совершенно справедливо отметили, что то, что неудобно для фонда и создает дополнительные сложности для фонда в части интенсивной работы в период экспертизы, зато важно, чтобы у заявителей была возможность раньше начать реализацию проектов. Так вот, в итоге мы уравняли дату объявления победителей конкурса с датой начала реализации проектов. То есть сейчас, когда вы будете формулировать свои проекты на участие в конкурсе, вы уже можете начинать деятельность по гранту с 1 июня. Но здесь сразу хотелось бы отметить, что, конечно, вы, когда планируете деятельность, учитываете такие обстоятельства, как заключение договора о предоставлении гранта. То есть если мы 1 июня объявляем результаты конкурса, это для вас значит, что вы уже можете начать работу по гранту. То есть вы, например, можете каким образом? Вы где-то заключаете какие-то договоры, вы уже можете даже без аванса, если вам организация, вы показываете, что вы победите в конкурсе, они вам доверяют, вы можете уже даже начать какие-то заказывать услуги. Но учитывайте, что средства гранта победителям конкурса, они не поступят, естественно, 1 июня. То есть 1 июня объявятся результаты, дальше вам нужно будет совершить несколько несложных действий, а именно открыть счет в банке и подтвердить, что у вас нет задолженности. Мы это обычно запрашиваем в электронном виде, но если у вас вдруг окажется, что у вас там какая-то небольшая задолженность, придется ее там срочно бегать и урегулировать. В общем, чтобы этого не было, если у вас нет задолженности по налогам и все в порядке с открытием счета, это очень быстро пройдет, то вы быстро заключаете договор о предоставлении гранта, и мы достаточно быстро вам предоставляем транш, но все равно это все происходит в течение июня. Поэтому вы закладываете себе, чтобы не произошло такой ситуации, что вы там 1 июня стартуете проект, вам уже 2-го нужно платить какие-то деньги, по-другому никак, и вы нам начинаете звонить и говорить, а как же нам нужно платить. То есть вы вот этот фактор учитываете, что договор и начало реализации проектов как раз происходит первое, не в день объявления конкурса, разумеется. Ну и далее второй конкурс, он у нас уже известны его сроки, поэтому вы можете, те, кто по каким-то причинам либо не успевает подать заявку на этот конкурс, либо в силу просто того, что у него уже есть действующий грант, или, например, в силу того, что специфики проекта, может быть, уже кто-то планирует именно сразу на второй конкурс участие, то опять же второй конкурс, форма заявки и требования не изменится, поэтому заявку даже на второй конкурс можно будет начинать разрабатывать сейчас, там или после окончания конкурса. Он стартует 16 июля, и прием заявок завершится 10 сентября. Соответственно, 1 ноября будут объявлены результаты, и 1 ноября можно будет начать реализацию проектов в рамках уже второго конкурса с той же оговоркой, что средства будут поступать, первый транш поступит уже после заключения договора, который также требуется некоторое количество дней в ноябре. Срок реализации проекта – это тоже новация этого года. Никогда еще в рамках системы президентских грантов не было такого длительного срока реализации проектов, как сейчас. Мы сейчас даже говорим про обычные проекты по стандартным условиям конкурса. Так вот, даже в стандартных условиях конкурса самый максимальный срок, который мы в прошлом году внедрили для реализации проекта, и которым очень гордились, было 15 месяцев. В этом году мы довели его до 18 месяцев. То есть, по сути, срок реализации проекта может достигать полутора лет. Это не значит, что проект у вас должен быть в полтора года. То есть он может быть и 3 месяца, может быть 6 месяцев, 7, 10. То есть он должен укладываться в рамках временного диапазона с 1 июня 2018 года по 30 ноября 2019 года. То есть в рамках вот этого временного диапазона у вас проект должен укладываться. И, соответственно, вы выбираете оптимально, исходя из того, какая у вас реальная потребность есть. То есть не нужно искусственно, конечно, эти рамки растягивать реализации проекта, потому что на это часто указывают эксперты конкурса при проведении экспертизы проекта. Это очень негативно складывается. То есть, например, если закладывается зарплата команды на весь срок реализации проекта, аренда на весь срок реализации проекта, а по сути мероприятия всего несколько в рамках проекта, небольших, то есть несколько событий, которые даже с периодом их подготовки, они полностью не укладываются в этот период. И возникает ощущение, что организация просто таким образом пытается обеспечить себе зарплату основного персонала и аренды. Но при этом с сутевой работы, то есть, собственно, самого проекта у нее не получается. При этом, конечно, забегая несколько вперед, хотел сказать, что у нас нет такого… Где-то вокруг фонда всегда формируются какие-то мифы любой структуры. И вот вокруг нашего есть один из мифов, что нельзя представлять на конкурс текущую деятельность. Нужно обязательно придумать что-то такое, выходящее за пределы текущей деятельности. На самом деле это неправда. На конкурс надо представлять то, во что вы сами верите, то, чем вам интересно заниматься. Наверное, в этом и главное отличие гражданских активистов от коммерческого сектора, где работает мотивация, или потеряешь работу, потеряешь страховку, как в американских фильмах. А у вас мотивация другая, она лучшая. И у вас есть возможность заниматься тем, что вам подлинно нравится. Поэтому не нужно ничего придумывать искусственного. Нужно заниматься тем, чем бы вам хотелось заниматься. Представлять ту деятельность, которую вы умеете делать, и та, которая мотивирует вашу команду. То есть не нужно искусственно придумать какую-то уникальность, новость по сравнению с тем, что вы хотите делать. То есть заявляйте ту деятельность, которую вы лучше всего умеете делать. Ну и вот здесь же на слайде есть еще одна колонка. Это совершенно полная инновация этого конкурса. Но надо сказать, что это пока пилотное для нас действие. То есть мы еще не до конца представляем себе, как это будет работать. Ровно потому, что мы первый раз проводим экспертизу. Это в прошлом году очень много обсуждалось на разных площадках. И мы решили в порядке эксперимента, в порядке пилота разрешить по трем грантовым направлениям. Это по направлениям, связанным с проектами в области образования науки, в области развития института гражданского общества, то есть по инфраструктурным проектам, ресурсным центрам. И по новому направлению поддержка молодых талантов в сфере культуры и искусства мы по ним разрешили подавать долгосрочные проекты. То есть что такое долгосрочный проект? Это такой проект, который невозможно, самое главное, подчеркнуто здесь на слайде, невозможно реализовать проект за меньший срок. Ну, например, если предполагается какая-то стипендиальная программа обучения людей, соответственно, его невозможно уложить в полтора года, а нужно больше срок. Еще возможно какое-то исследование или какая-то научная работа, которую также невозможно сделать за этот срок. Возможно, какой-то инфраструктурный проект, который невозможно сделать, уложившись в полтора года. Ну и еще, например, в том же направлении поддержка молодых талантов, возможно, это какой-то международный фестиваль или международный творческий конкурс, они имеют свойство быть подготавливаемы за несколько лет. То есть иногда нужно, то есть по сути, например, может быть в рамках этого направления может быть подана заявка на проведение какого-то такого масштабного международного фестиваля или конкурса в 2020 году. То есть по сути, там даже расходов на первом этапе не будет, вот на каких-то, может быть, даже в этом году не будет никаких расходов, но при этом уже срок будет отчитываться в 2020 году. Поэтому вот по этим, по трем направлениям мы разрешили подавать долгосрочные проекты. Что здесь необходимо учитывать? Что, во-первых, в этом проекте должно быть обоснование, почему его нельзя реализовать за меньший срок. Ну и, конечно, к таким проектам будут более высокие требования и более высокий проходной балл. То есть поэтому нужно учитывать, что это проекты все-таки со спецтребованиями. То есть это все-таки пилотный проект для нас вообще, в режиме пилотной откатки мы запускаем эти долгосрочные проекты. И, наверное, у нас их будет очень немного. То есть это довольно будет жесткая экспертиза в отношении этих проектов. Поэтому рекомендации на них уже идти только в том случае, если действительно срабатывают эти вот триггеры. То есть то, что у вас невозможно этот проект реализовать в меньший срок. И вы действительно считаете, что у вас уже достаточно опыта и компетенций за счет того, что у вас уже достаточно длительная грантовая, например, история, чтобы замахнуться в некой степени на долгосрочный проект. Но и тут еще вот тоже важный момент. То, что нельзя одновременно подать по одному грантовому направлению долгосрочный и стандартный проект. Ну, то есть, например, вы решите, так, ну давайте мы стандартный подадим обычный, ну и попробуем все-таки на долгосрочный. Не дадут денег на долгосрочный, дадут на стандартный. Вот так нельзя сделать. То есть на самом деле вам нужно заранее все-таки определиться. То есть вот эти вот игры лучше не практиковать. То есть все-таки надо оценить свои силы реально и заявляться на тот проект, который вы считаете более реально соответствует вашему опыту и в целом наиболее целесообразен. Грантовые направления конкурса по сравнению с прошлым годом изменились на одно грантовое направление. То есть все 12 направлений, которые были в прошлом году, которые уже практически охватывали все направления деятельности некоммерческих организаций, они остались. Я думаю, что вряд ли найдется такая тематика социально значимая, которая бы не была внутри этих грантовых направлений. В положении о конкурсе за каждым из грантовых направлений стоят конкретные тематики. Нас часто даже в регионах при обсуждении говорят, ну давайте выделим какие-то тематики, которых у вас явно не хватает. Вот у вас не хватает спорта, вот у вас не хватает патриотики. Но на самом деле она здесь есть. Просто есть 12 грантовых направлений, есть формулировки, которые содержатся в распоряжении президента. Но у нас в охране здоровья граждан в тематиках есть как раз спорт. Там патриотические проекты у нас предусмотрены в рамках направления по сохранению исторической памяти. То есть здесь нужно пойти чуть глубже и посмотреть уже те тематики, которые вложены в положение о конкурсе. Даже на нашем сайте это очень легко сделать. Можно, заходя на наш сайт, там есть список всех вот этих вот грантовых направлений. Достаточно по ним кликнуть и сразу вы выйдете под тематику, то есть что внутри каждого направления подразумевается, в чем его содержание. Но вот 13 направление это направление, которое выделилось из направления в сфере культуры и искусства. Это специальное направление, которое возникло после встречи президента в ноябре с представителями культуры и искусства, которые рассказывали в том числе на конкретных примерах о некоторых сложностях, которые молодые ребята, талантливые, которые приезжают в Москву и пытаются найти себя в профессии, они испытывают. Поэтому было выделено новое направление, которое по сути специально направлено на стимулирование вот таких вот талантливых ребят. Сейчас о нем будет чуть подробнее. Но здесь на этом слайде есть еще один очень важный момент, который все время нам задает вопрос. Вот у нас что направления часто между собой пересекаются. Но это совершенно реально. Почему? Потому что, ну допустим, вы берете проект, что у нас молодые ребята будут силами арт-терапии помогать детям-инвалидам. У вас здесь сразу все. У вас здесь сразу и социальное обслуживание, и поддержка детства, и молодежные проекты, и деятельность в сфере культуры и искусства. То есть так часто бывает, что жизнь, она же, ее же невозможно загнать в очень такие какие-то жесткие рамки. И понятно, что проект может включать в себя разные тематики, которые есть в грантовом конкурсе. Именно благодаря тому, что есть единый грант-оператор, нет необходимости, если раньше были прецеденты, когда в проекте говорили, что нужно все, что не связано с этим направлением, вычищать. Сейчас наоборот. Вы можете в один проект включать мероприятие по разным грантовым направлениям. Это не запрещено. То есть у вас проект должен быть настоящим. Поэтому если он сразу охватывает несколько тематик, в этом нет ничего страшного. Вопрос в том, что вам нужно просто выбрать для заявки и указать в заявке самое приоритетное для вас направление. То есть то, которое вы считаете наиболее подходит вашему проекту. На самом деле это имеет значение только в двух контекстах. Первое, под эту тематику подбирается эксперт, все-таки более связанная с этой тематикой. Раз. Второе, это чистая статистика внутреннего фонда. То есть никаких препятствий вам подать заявку, создавающую из мероприятий по нескольким направлениям, нет. Поэтому смело подавайте. Самое главное, просто выберите. Это ваш собственный выбор. Какое, на ваш взгляд, какое грантовое направление больше подходит вашему проекту. Новое направление по поддержке талантов в области культуры и искусства. Почему хотелось бы на нем остановиться? Как раз потому, что в нем есть своя специфика. Она прописана в положении о конкурсе. То есть в положении о конкурсе прямо есть условия специальные по этому направлению. В том числе, именно только по этому направлению, есть дополнительные требования к заявке. Если заявка этим требованиям будет не соответствовать, то она уже... Это единственный случай, когда из-за содержания заявка может быть не допущена до участия в конкурсе. Во всех остальных случаях там формальные основания. Для этого направления в положении о конкурсе есть специальный раздел. И в нем написано дополнительные требования к этой заявке. То есть о чем идет речь? Это в любом случае целью этого проекта может быть как раз оказание поддержки детям и молодым ребятам. Но самое ключевое, что здесь, они должны обладать выдающимися творческими способностями в сфере культуры и искусства. То есть речь не идет о том, чтобы, например, есть небольшой город, в нем провести творческий конкурс, выбрать самого талантливого молодого пианиста. Мы все-таки... Такой проект имеет право на существование в рамках системы конкурса президентских грантов. Но мы его рекомендуем подавать по направлению, обычному направлению в сфере культуры. Потому что все-таки здесь, в этом направлении, речь идет о большом масштабе проектов. То есть о международном, о всероссийском, о межрегиональном, охватывающем значительное число регионов России. Проекты. Поскольку ведь даже у нас наверняка там вот в этом зале сегодня там есть кто-то из нас с вами, самый лучший пианист, который вот здесь присутствует. То есть это будет относительно нашего с вами сегодняшнего сообщества. Мы хотим поддержать именно тех, кто обладает уникальными, выдающимися способностями. Поэтому это направление про них. И это единственное направление, в котором мы прямо разрешаем регрантинг. То есть это направление, в котором мы допускаем, и вот здесь вот есть описание, мы допускаем возможность оказания финансовой поддержки молодым талантам в виде грантов, премий, стипендий, в том числе, наверное, на получение второго высшего образования. Может быть, опять же, некоторые из вас помнят этот вопрос. Он возник на обсуждении с президентом на одной встреч, когда президенту сказали, что вот, допустим, молодые режиссеры и дирижеры, они вот не берутся сразу. Это как бы обычно все-таки музыкант, например, он понимает, что в нем есть желание быть дирижером, но, как правило, это все-таки второе высшее образование. Второе высшее образование всегда платно. То есть если ты первое получил бесплатно, то тебе второе уже будет платно. Это часто является заградительным барьером для ребят. И опять же, мы в прошлом году один такой проект поддержали, связанный с вторым высшим образованием для суперталантливых ребят. Но опять же, здесь в рамках этого уже направления это можно будет совершенно реально делать в рамках проекта. Может быть, имущественная поддержка. То есть не всегда речь идет о том, что это финансовая поддержка. Иногда для молодых талантов необходимы просто инструменты, нужны материалы, если, например, от художники. Есть нужны представления мастерских, помещения для занятий, это для музыкантов и для театралов. Нужны площадки для выступлений, проведения выставок. Все это может входить в проект, равно как и образовательная поддержка. То есть как раз обучение, стажировки, подготовка к участию в крупных международных конкурсах, потому что это тоже требует довольно серьезных расходов. И иная поддержка, это уже, опять же, творческое сопровождение, наставничество, проведение, и, собственно, проведение фестивалей, на которых и выявляются такие таланты. Поэтому это вот новое направление. Его особенности, они у нас и в группах в соцсетях фонда, и на сайте фонда, и в положении конкурса отдельно это направление расписано. Наверное, вот один из самых важных слайдов, с которых хотелось бы начать, и на которых хотелось бы сразу акцентировать ваше внимание. Но нам фонд сталкивается с разными ситуациями, и по итогам их хотелось бы сразу сказать, что в понимании фонда и в представлении фонда автором проекта является руководитель проекта. Вот мы на своем опыте, понятно, что у нас в прошлом году было два наших первого конкурса, и мы начинаем коммуникации уже с руководителями проектов, потому что нам важно, чтобы, возвращаясь к первому слайду, где говорилось о возможностях для развития, для нас важно не просто выделять средства, но и делать так, чтобы проекты были успешными, и чтобы некоммерческие организации развивались. Именно поэтому мы, вступая в коммуникации с руководителями проекта, у нас, например, была в начале февраля, вот совсем недавно, большая образовательная конференция в Красноярске мы проводили, именно с победителями конкурса, и на нее мы приглашали именно руководителей проектов. Вот сейчас у нас тоже в Москве на следующей неделе будет большая образовательная сессия для самых молодых руководителей наших проектов. То есть мы взяли, пригласили на нее всех руководителей проектов, которым до 30 лет, для того, чтобы, опять же, провести с ними целый набор мероприятий, очень интересных по своей программе. И, опять же, мы привозим их в Москву, но мы все время вызываем на встречи и на контакт, фонд вызывает руководителя проекта, потому что в нашем понимании он руководит и управляет всем проектом, и он же является автором проекта. Именно поэтому, когда получается президентский грант, мы для себя понимаем, что это в значительной степени заслуга того, кто в проекте заявлен как руководитель проекта. Даже на встречах с президентом Российской Федерации, когда мы и на форуме сообщества, и еще на нескольких площадках потом, мы, опять же, буквально в феврале были, когда мы приглашали руководителей проектов отдельных, для того, чтобы показать примеры проектов президенту Российской Федерации, такая возможность тоже есть в рамках деятельности фонда, мы зовем тоже руководителей проекта. Поэтому хотелось бы сказать, что проект пишется командой проекта. Под руководством руководителя проекта, да, это может быть какой-то членов команды, но все равно руководящая методическая роль, она за руководителем проекта, и мы его априори считаем автором проекта. Руководитель проекта может быть руководителем организации. Для маленькой НКО, как правило, так и бывает, что в небольшой некоммерческой организации руководитель проекта, он же равен руководителям организации. Но если вдруг это не совпадает, то руководитель организации обязательно должен быть в курсе проекта, он должен подписать сам заявку и он должен понимать, что это вообще такое. Потому что у нас были ситуации, когда потом даже внутри организации были некие конфликты, потому что руководитель организации знал, что заявку подают, но думал, ну ерунда, у них ничего не получится. Потом получалось, и у него возникала какая-то ревность, какие-то сложности, поэтому эти факторы тоже учитывайте в рамках своей деятельности. То есть у руководителя организации, у руководителя проекта должно быть какое-то взаимопонимание на очень хорошем уровне, чтобы это не повлекло потом сложности для реализации проекта. Ну и вот мы дошли до двух важных очень пунктов, которые хотелось бы отдельно осветить. Фонд крайне отрицательно относится к такому явлению, которое в сетях сейчас называется гранд-трайтинг. То есть когда кто-то пишет заявки за кого-то. То есть сейчас есть такие люди, которые там в социальных сетях предлагают за деньги кому-то что-то написать. Вот в понимании, в представлении фонда это примерно то же самое, что вот все знают истории с диссертациями знаменитые, да, вот это примерно то же самое. То есть это значит, что вы на грант президента Российской Федерации, на грант, который вообще выдается руководителям страны, вы представляете заявку, не вами написанную. То есть это фактически как написанная за кого-то дипломная работа или написанная за кого-то кандидатская диссертация. То есть это не ваш настоящий труд. И поэтому если вы получаете грант, то вы фактически обманули и президента, и вообще систему президентских грантов. Поэтому для фонда это очень плохо. Мы крайне не рекомендуем никому обращаться за помощью в написании проекта. Тем более другая история. У нас по стране курсируют отдельные некоммерческие организации, называющиеся союзами, еще чем-то, рассказывающие, что у них есть какие-то возможности влиять на результаты конкурса, подмигивающие, намекающие на свою особую роль, рассказывающие какие-то легенды и бравирующие какими-то серьезными именами. На самом деле мы такие истории, с одной стороны, отслеживаем, но, к сожалению, видим, что в регионах некоторые некоммерческие организации, они поддаются на эту историю, верят и каким-то непонятным людям платят за какие-то услуги. Более того, вступают какие-то организации в расчете, что им это поможет к участию в конкурсе. Ничто, кроме вашей настоящей деятельности, не поможет вам в участии в конкурсе. Механизмов воздействия на экспертизу нет. Есть люди, которые сейчас в сетях, опять же, в социальных сетях объявляют себя экспертами конкурса и говорят, что мы эксперты конкурса, президентских грантов, вот к нам можно обратиться за помощью в написании заявки. Но дело в том, что с экспертами конкурса заключается специальный договор. У них есть специальные правила, обозначенные и в порядке проведения экспертизы. Все эти документы общедоступны, они опубликованы на сайте фонда. Так вот, для эксперта, если он вступает в какие-либо взаимоотношения с организацией на тему консультации и кого-либо консультирует по участию в конкурсе, и организация знает, что он эксперт конкурса, это для эксперта безусловно исключение состава экспертов. Но самое главное, если любая организация каким-то образом попыталась повлиять на свои результаты экспертизы, то есть попыталась подойти к какому-то эксперту, откликнулась на вот это вот объявление в социальных сетях, что он эксперт конкурса, давайте мы к нему обратимся, вот он нам поможет что-то сделать. Если это действительно эксперт конкурса, вот хорошо, если это просто мошенник, вас просто обманули, вы зря здорово заплатили деньги, если это еще не самое страшное для вас. Для вас самое страшное начинается, если он реально оказался экспертом конкурса. Дело в том, что антикоррупционная политика фонда, помимо описания всех запрещенных действий для сотрудников фонда экспертов, содержит такое правило. Когда вы заключаете договор о гранте, а форма его уже доступна, вы сейчас можете зайти на сайт фондов, раздел конкурсная документация, и там уже сейчас опубликован тот договор, который вы будете заключать. Так вот, там есть такая вещь, как юридически значимое заверение об обстоятельствах. Там написано, что вы в настоящем подтверждаете, как условие заключения договора, что вы никак не пытались влиять на экспертизу своего проекта. То есть никаких экспертов не выходили, не пытались никем образом влиять на экспертизу. Если по факту вы пытались как-то повлиять на экспертизу, то если вы заключите договор с этой оговоркой, это уголовный состав, мошенничество, а именно получение чужих денег путем обмана и слабострения доверия. То есть это путь в места не столь отдаленные. Поэтому никогда никому мы не рекомендуем пытаться влиять на экспертизу конкурса, потому что это ударит сразу и по вам, и по тому, кто, и по эксперту. У фонда очень сложная система сейчас даже специального контроля за деятельностью экспертов, учитывающая и его аффилированности. То есть мы сейчас очень строго следим за всей деятельностью экспертов, за активность в социальных сетях. То есть сейчас за… поэтому представить себе ситуацию, что мы не выявим, скорее всего мы выявим какую-то ситуацию, но и она будет там отрицательна. Поэтому это… к чему мы все об этом говорим? К тому, чтобы вы не поддавались на какие-то истории ненастоящие и могли сами подготовить заявку, мы для этого делаем все возможное. Но, во-первых, что такое подготовка заявки? Вот по уровню сложности и по собственному опыту, и по опыту моих коллег, заявка по сложности легче, чем дипломная работа. То есть это ближе к… ну, к курсовой. То есть вот курсовая – это примерно хорошая… все писали курсовые, и в этом нет ничего сложного. Это вопрос просто… ну, мало кто, наверное, дипломную работу из здесь присутствующих писал там более чем за две недели. Все равно, как правило, пишут какой-то период, но меньше двух недель, да. Но курсовая пишется и того меньше. То есть все это совершенно реально. Вопрос просто запланировать время, разложить это, и для того, чтобы вы могли написать заявку, мы постоянно проводим мероприятия. Такие, как сегодня, мероприятия у нас постоянно проходят в регионах. Вот в прошлом году, здесь на слайде есть статистика, мы провели 83 семинара в 54 регионах, в которых очно приняло участие более 14 тысяч человек. Вот сейчас январь-март, и мы в рамках первой грантовой кампании, мы проводим в 37 регионах семинары. Вот, например, я следом улетаю в Омск, и завтра буду проводить семинар в Омске. Команда фонда постоянно находится в регионах и постоянно проводит семинары. То есть мы сами проводим какие-то мероприятия образовательные, они проходят под брендом фонда, они всегда бесплатные, они всегда открыты. Поэтому нет смысла обращаться, мы сами делаем образовательные курсы, мы сами делаем методические материалы, мы анализируем свою же практику, мы анализируем ваши заявки. Мы все сделаем для того, чтобы у вас была возможность участвовать в конкурсе самим и иметь для этого и обратную связь от фонда, и методические материалы, и специальные курсы. Поэтому не нужно никому за что-либо связанное с участием в конкурсе платить и обращаться. Сами верьте в себя, верьте в свои силы, и я уверен, что у вас у всех получится. Поэтому не обращайтесь ни к каким людям, которые что-либо обещают, потому что, скорее всего, это мошенники. Так вот, слайд, наверное, такой, про то, как сделать заявку в семь шагов, то есть как вообще поучаствовать в конкурсе и что нужно делать. Но первое, с чего вообще нужно начать и всем здесь присутствующим, это убедиться в том, может ли ваша организация участвовать в конкурсе. Потому что для нас очень грустно, когда организация просто не может принять участие в конкурсе, и заявка отклоняется по формальному основанию. Ну то есть первое, что нужно проверить, что вы созданы до 26 марта 2017 года. То есть все равно у нас есть для проектов свыше 500 тысяч рублей, есть годовой срок деятельности. Соответственно, нужно посмотреть, что вы не позже 26 марта 2017 года зарегистрированы. Значит, следующее, что нужно проверить, поскольку у фонда сейчас есть система интеграции с Федеральной налоговой службой, и он отслеживает наличие у вас задолженности, что у вас нет задолженности по налогам. Это очень важный фактор, поэтому обязательно проверьте, чтобы у вас на последний день приема заявок не было никакой налоговой задолженности. Постарайтесь, это вот сейчас на сайте налог.ру можно легко очень сделать, там завести личный кабинет, и в своем личном кабинете у вас всегда будет вот эта вот циферка, нолик или отлично от нуля, нет, что у вас есть задолженность какая-то. Поэтому постарайтесь все следить за тем, чтобы у вас не было задолженности, вам самим это для жизни поможет. То есть, ну, не нужно создавать, бывает из-за копеек порой бывают там какие-то глупости случаются, ведь мы вот фонд, как структура, мы сами не очень любим различные бюрократические препятствия и требования, но мы же все равно живем в рамках законодательства Российской Федерации, обязаны его соблюдать. У нас есть, вот в прошлом году было очень жесткое требование про то, что мы должны при заключении договора о гаранте, у нас должна полностью отсутствовать задолженность. Формулировка так и звучит, отсутствие просроченной задолженности. По факту, чем для нас это обернулось? Тем, что, например, у восьми из наших победителей конкурса была бы выявлена задолженность в размере одной копейки. То есть, вот система интеграции нам присылает в Федеральную службу, что задолженность одна копейка. Мы понимаем полный абсурд незаключения договора из одной копейки. Но есть требование, и формально, если мы его нарушим, к нам потом счетная палата предъявит соответствующие требования. Мы вынуждены были специально там, организация говорит, давайте погашайте эту одну несчастную копейку, поэтому не допускайтесь. Потому что у вас вот слово отсутствие, которое является нормативным требованием, означает, что у вас не должно быть задолженности. Следующее требование, естественно, у вас должна быть одна организационная правила форма, такая, какая есть в положении о конкурсе, то есть самые распространенные формы некоммерческой организации. Общественные объединения в том некоммерческой организации, ассоциации союза, все это подходит под участие в конкурсе. Есть список форм, которые не могут участвовать в конкурсе, но, как правило, это формы, которые как раз не являются типичной некоммерческой организацией, а создается только для решения каких-то очень специфических задач. Ну и, естественно, система поддержки некоммерческих организаций – это система поддержки негосударственного некоммерческого сектора. То есть президент это сделал для поддержки гражданской инициативы, поэтому если у организации есть учредители органов власти, то ей не на этот конкурс, то есть это все-таки конкурс для общественной инициативы. То есть здесь внутри организации ничего государственного быть не должно. Так вот, если организация может участвовать в конкурсе, то следующим шагом для всех является изучение положения конкурса и методических материалов, которые в фонде опубликованы. То есть часто бывает так, что мы, ну вот, это такая наша тоже традиция определенная, то есть порой какую-то вещь купил, да, я сразу полез ее ломать, вместо того, чтобы почитать инструкцию, вот здесь очень важно почитать документы, то есть важно посмотреть положение конкурса, это не займет у вас много времени, то есть это все равно там несколько часов на положение конкурса. На методические материалы, чтобы их вдумчиво прочитать, ну может быть еще сутки у вас уйдут, но это вам очень здорово поможет в принципе в будущем, то есть в любом случае, если вы соблюдете методические материалы, вероятность получения гранта у вас будет очень высокая, потому что мы в методических материалах проанализировали всю ту практику, которая уже была. Все ошибки, которые так или иначе типовые совершаются, они все описаны в методических материалах в той или иной форме, поэтому вот настоятельно советуем начать с положения конкурса методических материалов. Дальше вам уже, вот из этих материалов вам становится уже все понятно относительно того, как писать заявку, и дальше у вас несколько шагов по тому, как заявку создать. Но мы все живем с вами в парадигме, то есть с чего начинается проект. Проект начинается с понимания проблемы, то есть для каждого, вот любой же для гражданского активиста у него свое вот, у него есть свое что-то, что в жизни его задело. Ну, например, там нейтральный, приведем пример какой-нибудь, вот там есть, вы в небольшом городе, рядом есть какой-то лесополоса, вы в ней гуляете, видите мусор, который кто-то набросал, и вам это неприятно, вот она проблема. То есть вам уже, вам хочется, чтобы вы жили рядом с территорией, где приятно, можно получить удовольствие от прогулки по лесу и по, так сказать, чтобы там не было мусора. Поэтому дальше у вас, исходя из этой, поэтому вы понимаете проблему. Люди ходят в лес как-то неорганизованно, как-то безответственно относятся к лесу. Плюс к тому, вы еще знаете какие-то самые красивые тропы, хотели бы там, чтобы люди как раз тоже эту красоту увидели, но при этом не порушили. Поэтому вот возникла некая проблема. Дальше вы смотрите, какой вариант там решения этой проблемы, кого можно подключить к этому, какие у вас партнеры, кто еще там на вашей территории заинтересован в решении проблемы. Ставите перед собой задачи. Задача тоже понятная, что там создать какие-то там тропинки, сделать так, чтобы людям было неинтересно и некомфортно там бросать там мусор. И после этого у вас начинается набор мероприятий, которые уже, в рамках которых решаются те задачи, которые вы поставили. То есть здесь вы уже там и как раз, и какие-то там ставите, может быть, стимулирующие баннеры, какие-то там таблички, и где-то какие-то тропинки облагораживаете, может быть, где-то какие-то места для отдыха облагораживаете. То есть дальше у вас целая идет работа. Вы подключаете волонтеров, все они вместе, все это делаете, и все это описываете в рамках мероприятий. Соответственно, у вас возникает календарный план. После того, как вы понимаете, что же вы делаете, суть деятельности, вам нужно понять, какие ресурсы вам необходимы, чтобы все это осуществить. Ресурсы – это и время волонтеров, это и какие-то бесплатно предоставленные вам, все вам нужно переложить в бюджет. Потому что в бюджете вы показываете и то, что вы просите у нас, и то, что вы сами вкладываете. Поэтому вы готовите бюджет в соответствии с методическими рекомендациями, которые фонд подготовил, в которых все детально прописано. Соответственно, когда бюджет… Вот здесь очень… Ну, наверное, бюджет один из самых важных моментов. Мы там еще чуть позже остановимся на этом. Но это тот самый документ, по которому эксперты очень часто видят нестыковки в проекте. Потому что из бюджета порой видно, на что реально вы хотите даже средства увидеть. И поэтому эксперт должен увидеть, что вы плясали от мероприятия, а не наоборот. Сначала ставили бюджет, понимаете, что нам надо, а теперь под него что-нибудь поднапишем. Вот это эксперту опытному очень хорошо заметно. Поэтому вы идите от мероприятия, от вашего календарного плана. Тогда у вас не будет и нестыковок в проекте, которые иногда бывают. Дальше опишите опыт команды и организации. Здесь некоторые этим пренебрегают, потому что привыкли. У нас же и так все знают, мы известная организация. Но эксперт, у него есть право поискать по вас информацию в интернете. Он может, конечно, собрать дополнительную информацию. Но у него также есть право ограничиться той информацией, которую вы сами о себе указали. То есть все те ссылки, которые вы дали, и сами что вы о себе написали о своем опыте. Поэтому здесь очень важно, чтобы опыт команды и организации был релевантен той деятельности, которую вы осуществляете. То есть не пишите во всем опыте. Вам нужно сконцентрироваться на примерах, и в том числе на публикациях, связанных с опытом именно по этой тематике, по той, которую вы выбрали. Потому что будет оцениваться, насколько у вас есть именно профильный опыт по этой теме. И то же самое опыт команды. Типичная ошибка – это включить только бухгалтера, руководителя проекта в состав команды. А если проект специфичный, например, он требует специальных знаний в сфере здравоохранения, реабилитационных практик, то экспертам будет важно увидеть тех людей, которые собираются заниматься этой реабилитацией и имеют профильный опыт. То есть это очень важно в команде таких людей указать и описать их опыт. И следующий шаг, когда вы заявку составили, это совершенно точно на уровне курсовой. Вы ее составили. Дальше, если вы отнеслись ответственно к этому процессу, у вас еще есть несколько дней времени до окончания приема заявок. Вы это не оттянули на последнюю дату. И дальше у вас есть возможность посмотреть на свою заявку глазами эксперта. Вот мы сейчас пройдемся с вами по 10 критериям, которые есть в рамках конкурса. Так вот, вы постарайтесь на свою заявку, то, что вы написали, посмотреть глазами строгого эксперта. То есть вы сами себя-то не жалеете, зачем вам это? Вам же это нужно, чтобы заявка стала лучше. Поэтому вы посмотрите на нее предельно строго. И поставьте сами себе оценки. То есть какие бы вы сами себе баллы, сколько бы баллов вы себе поставили. Баллы ставятся от 0 до 10. Потом они, в зависимости от суммы, которую вы запрашиваете, у нас есть специальная таблица, в ней есть коэффициенты. То есть дальше уже срабатывает система коэффициентов. То есть вы балл умножаете на этот коэффициент. То есть, например, если у вас заявка на до 500 тысяч рублей, то вы за актуальность ставите, например, себе 8 баллов. Но коэффициент для этого, для критерия актуальность по до 500 тысяч рублей, там коэффициент 2. То есть вы должны эти 8 потом просто перемножить на 2 и получится 16. Соответственно, в итоге, когда вы все свои оценки, вот эти от 0 до 10, проставили себе, вы их перемножили на коэффициенты, смотрели у нас табличка в положении о конкурсе, есть с этими коэффициентами. Дальше вы все это сложили и получили свой рейтинг. Сколько, по вашему мнению, ваша заявка сейчас получается? Если она получает менее 65 баллов, ну, например, для, то есть это балл стандартный у нас для, ну, как бы вот в обоих конкурсах был до 3 миллионов рублей. Это уже повод, как минимум, подтянуть заявку, то есть это уже, как минимум, повод что-то в ней улучшить и усовершенствовать. То есть вы таким образом сможете через самооценку посмотреть, что в заявке нужно добрать, где можно ее доработать. Ну и дальше вы ее, ваша задача ее корректно подписать и подать. Вот у нас даже на этом этапе иногда бывают проблемы, потому что что-то, что только не случается. Вместо формы подтверждения нам загружают что-то не то. Иногда бывает заявку подают без подписи, иногда ее подают без подписи руководители, подписывают кем угодно, но при этом полномочий у человека нет на подписании заявки. Потому что, вот я еще раз вернусь к самому началу, к тому, что почему заявку должен писать и подписывать руководитель организации. Потому что он, помимо того, что он ее подписывает, мы понимаем, что он, а, в курсе, б, он дает еще ряд заверений, в том числе, что организация соответствует самоусловленным требованиям. То есть он принимает на себя юридическую ответственность, своей подписью он принимает на себя юридическую ответственность. Поэтому если по той или иной причине, например, из-за болезни, еще каких-то очень серьезных обстоятельств руководитель организации не может подписать заявку, то нужна доверенность специально, то есть в которой будет прямо специально оговорено, что это доверенность на подачу заявки, на участие в конкурсе, и дальше по положению о конкурсе, как вы берете из положения о конкурсе наш полное именование конкурса, то есть на участие в конкурсе, на предоставлении грантов президента Российской Федерации, на развитие гражданского общества, ставите тут запятую и пишите, в том числе на дачу юридических значимых заверений об обстоятельствах, необходимых для подачи заявки. То есть вот это должно быть расписано в доверенности, потому что у нас даже доверенность, но и у доверенности есть обязательные реквизиты, которые есть в гражданском кодексе. Если их там не будет, например, бывает доверенность, без даты совершения, соответственно, такая доверенность считается ничтожной. Поэтому лучше не рискуйте и подавайте заявку от руководителя организации. То есть это вот такая настоятельная рекомендация, то есть в самом крайнем, чрезвычайном обстоятельствах можно действовать иначе, но лучше подавать ее за подпись руководителя организации. Ну и все, дальше заявка приходит к нам и начинается та процедура, с которой мы начинали наш семинар. Это экспертизы. По запрашиваемой сумме. Самый распространенный вопрос. Есть четыре категории грантов, соответственно, на что это влияет. Сумма гранта, запрашиваемая, влияет на вот эти коэффициенты и на проходной балл. То есть, во-первых, другая система коэффициентов. Второе. Проходные баллы разные. Например, у нас для проектов от 500 до 500 тысяч рублей был проходной балл 60 в прошлом конкурсе, 65 для проектов до 3 миллионов рублей, от 3 до 10 был проходной балл 68 и 70 для проектов свыше 10 миллионов. Так вот, проекты свыше 10 миллионов – это исключительные для нас проекты. Это уже проекты общероссийского масштаба, представляемые уже организациями с очень большим опытом. Проекты от 3 до 10 миллионов – это проекты, которые в любом случае либо межрегионального формата, либо они действительно не могут быть в рамках одного региона, сделаны за меньшие деньги, но тогда это требует очень серьезное обоснование и опыта организации. Ну, а самые распространенные все-таки группы – это от 500 до 3 миллионов, потому что средний размер гранта фонда – это 2 миллиона рублей, если усреднить все проекты, которые мы поддержали. Ну и для начинаний… Что? Там 65. Вот, но это не факт, что в этом конкурсе это будет ровно такой же балл, потому что баллы устанавливает Координационный комитет в итоге, но на что хотел обратить внимание. У нас бывают совершенно курьезные истории, поэтому старайтесь… Во-первых, не воспринимайте это как планку, что вот так, но если вот 3 миллиона, значит, я буду просить 2999. Надо просить все-таки то, что реально нужно на проект, и сколько достаточно на проект. Ну и вот если вы чуть-чуть переваливаетесь за эти грань, старайтесь не переваливаться наоборот, потому что у нас были проекты, которые запрашивали, это самый такой известный случай в нашей практике, когда организация получила по итогам экспертизы 66,5 баллов, а у нее запрос был 3 миллиона 100. То есть она запроси, она там на 110 тысяч меньше, она бы точно получила грант. Но она оказалась уже в категории организации с более высоким проходным баллом. Поэтому чем выше, чем больше средств вы просите, тем более строже экспертиза, тем более строже работают критерии оценки, и, соответственно, чем выше проходной балл. Но еще один момент. Есть такое старое русское правило, мы его все знаем с вами, ее, наверное, уже многие проходили через это, что проси больше, дадут меньше. Фонд последовательно на протяжении всего прошлого года с этой практикой борется. То есть мы крайне редко в единичных случаях изменяли запрашиваемую сумму гранта. Мы практически всегда даем столько, сколько просят. Поэтому если просят больше, то просто не даем. То есть мы за вас не будем играть в эту игру экспертную, когда волюнтаристки кто-то вам отрезают. Так, эксперт сказал, ну вот они просят, ну 30% точно легко им можно срезать. Вот нам такие практики не нравятся. Мы доверяем заявителям. То есть если есть проект, если он идет на экспертизе, то мы его рассматриваем целиком, в том числе в размере запрашиваемой суммы. Соответственно, если он поддерживается, мы предоставляем ровно столько, сколько дали. Потому что если это делать иначе, как было раньше, начинается игра. То есть вы запросили там 3 миллиона, вам говорят, мы дадим вам полтора. Вы понимаете, что вы за полтора весь проект в таком виде не сделаете, но деньги нужны, и организация там на грани выживания. Поэтому вы говорите, ну соглашаемся, а там дальше будь что будет, пойдем. Мы в такую игру играть не хотим. Мы хотим, чтобы и отношения наши с вами были предельно честные и правильные. Поэтому здесь фонд в любом случае оценит ваше собственное стремление и аргументацию той суммы, которую вы запрашиваете. Ну вот теперь мы перейдем к критериям. Мы пройдемся, прежде чем уже завершить семинар и ответить на вопросы, мы как пройдемся по всем критериям конкурса. Здесь специально указаны уже критерии на слайде не в том количестве баллов, которые максимально возможны в рамках данного критерия. То есть здесь имеется в виду, что здесь, как вы понимаете, здесь оценка всегда бывает от 0 до 10. И если вы видите 20 баллов, это значит, что она как раз коэффициент 2. То есть это умножается на 2. Соответственно, если это 15, то, соответственно, там критерий полтора. Поэтому вот эти вот факторы нужно учитывать, но вы сразу видите, сколько, максимально больше 100 баллов в рейтинге не бывает. Соответственно, вы видите, что вот, например, для проектов до 500 тысяч рублей 20 баллов, это значит, что это 1,5 всего рейтинга заявки. То есть это уже существенно влияет на то, как заявка пойдет. Соответственно, в этом критерии эксперт, самое главное, отвечает для себя на вопрос, зачем нужен проект, почему его нужно поддержать. Потому что понятно, что не очевидно, что проект нуждается в поддержке. И здесь очень важно правильно и ответить на вопрос, зачем он нужен. Причем применительно к вашей целевой группе. Самая частая ошибка по этому критерию, это начать рассказывать общие слова. что в стратегии такой-то тем-то утвержденной написано, что детство это очень важно или там пенсионеры это очень важно или есть какая-то стратегия и 1248 документов, которые там со страшными номерами от такого-то номера такой, в которых это говорится. Вот эксперту это совершенно неинтересно. Эксперт, как правило, знает содержание этих документов и это все слова и бюрократия, которые любой там чиновник напишет. Там как раз вот это вот есть целый пласт людей, которые умеют такие бумаги писать, но не факт, что они умеют что-то делать полезное, кроме написания этих бумаг. Поэтому важно, чтобы вы пишите о том, что вы видите в актуальности проблемы. То есть если вот про тот самый лес, пишите про этот лес. Если про детей, про вашу целевую группу, что у вас там целевая группа 50 детей, вот вы пишите про них. Пишите, что в вашем городе там столько-то детей инвалидов, но у вас, как у маленькой организации, можно заниматься только вот там небольшой группой, такой-то. Пишите про себя, про реальные проблемы той территории, на которой вы планируете работать. Не нужно использовать громких фраз о том, что там патриотизм помогает стране, там так-то, это все понятно. Вот вы-то что хотите сделать? Вот у вас-то проект про что? Вот эти громкие слова, это все здорово, но вы-то что хотите сделать? Зачем ваш проект нужен? Почему вы рассчитываете на получение поддержки? Вот здесь очень важно актуальность расписать как раз через конкретику, то есть что через те потребности, которые есть у вашей целевой группы и через то, каким образом вы хотите как раз проблему решить. Следующий критерий, очень важный, это критерий логической связности. Опять же, у этого критерия очень высокие баллы, то есть он в критерии для проектов до 500 тысяч рублей дает 20 баллов максимально за счет коэффициента. И, соответственно, для всех других типов проектов он дает 10 баллов. Про что этот критерий? Этот критерий как раз про вот эту вот проектную связку. Проблема, цель, задачи, мероприятия, результаты. Потому что часто, то есть если так по-простому, то про что критерий? Критерий про продуманность проекта. Если эксперт видит, что он не продуман, то он понимает, что его, скорее всего, нельзя будет реализовать. То есть, да, проблема есть, целевая группа есть, опыт у организации есть, но есть какие-то нестыковки в проекте, которые, по мнению эксперта, приведут к тому, что проект не будет реализован, а цели не будут достигнуты, и, соответственно, результаты не будут получены. Ну, это на самом простом примере, это пример похода. Вот вы, допустим, представьте, вы собрались в поход, тем более, благо, у нас страна прекрасная, огромная, в каждом регионе есть места, по которым очень хочется путешествовать. Есть там, не говоря уже о том, что у нас там есть такие места, там типа Горного Алтая безумно прекрасные, там есть там наши кавказские территории, где очень много там Сочи, горы. Вот представьте себе, что вы собрались в поход, трехдневный, да, вам, что вам нужно понять, когда вы идете в поход, вот какая погода, то есть что вам брать с собой, палатку, спальные мешки, там теплую одежду, обувь там прорезиненную, сколько еды нужно брать. То есть вы же идете, там у вас там никакого магазина в походе не будет, вы должны рассчитать все. И если вы что-то не взяли, не взяли, не взяли, пошли там, не знаю, в ботиночках там в легких, или там в кроссовках, промокли, и у вас ноги там простудились. Соответственно, не взяли теплую одежду, опять же ночью там простудились. То есть вот обычный совершенно аналог, вам нужно дойти с точки А в точку Б, от начала проекта до конца и получить результаты. Поэтому эксперт смотрит на то, что написано у вас в мероприятиях проекта. Поэтому если у вас идут нестыковки результатов с календарным планом, или календарный план нелогичен, в нем одно мероприятие с другого не вытекает. То есть вы поставили, например, написали какие-то задачи и написали какие-то результаты. А у вас эти, например, что там пройдет отбор, там 100 школьников, а отбора-то нигде у вас среди мероприятий в календарном плане нет. Тогда, соответственно, вот те результаты, которые вы записали, их, соответственно, эксперт не принимает. Он говорит, так, ну все, здесь какая-то путаница в проекте. Поэтому это критерии про продуманность проекта. По большому счету, единственный способ добиться продуманности проекта, это дело то, что мы рекомендуем, что автор проекта – руководитель проекта. То есть все равно должен быть один человек, который осуществляет сборку. И, как правило, должен быть руководитель проекта. Потому что иногда проект представляет собой, но мы читали проекты порой очень известных организаций, когда они там, ну, какую-то некую форму апелляции фонду подают, что вот там нам, у нас такие низкие баллы, а как же так. И мы смотрим… А проект выглядит как письмо из простоквашина. То есть видно, что кто-то начинал проект писать, вот первую страницу, первую все результаты заполнил, потом кто-то отдельно писал календарный план, а вообще ощущение, что бюджет писал бухгалтер. Хотя бухгалтер не должен писать бюджет, потому что бюджет пишете вы, исходя из понимания вообще, что это не бухгалтерский документ. Бюджет – это ваше собственное восприятие, какие ресурсы вам нужны на проект. А у нас это часто бывает, что мы прям читаем, что явно бухгалтерским языком написано, и причем написаны довольно-таки примитивные вещи, и они, мало того, не связаны с календарным планом. Это плохо обернется и по другим критериям. Поэтому все-таки сборку всегда делает один человек, и проект должен быть целостный. Вот по этому критерию оценивается как раз эта целостность, реализуемость проекта. Еще один критерий – инновационность, уникальность. Вот по этому критерию максимально вообще можно получить 5 баллов. Потому что мы поощряем новые технологии, но это не значит, что в проекте они должны быть. Это, конечно, здорово, если ваш проект совсем уникальный, отличается от всех других. Но тогда для того, чтобы даже эти несчастные 5 баллов получить, вам нужно тогда в описании проекта указать, в чем же уникальность вашего проекта, чем он отличается, какие новые технологии, которые никто, кроме вас, не использует, применены в проекте. В чем его вот эта изюминка, этого проекта? Но если этого нет, это не страшно, потому что, как правило, как раз, большая часть проектов, которые мы поддерживаем, они как раз такой уникальностью не обладают, и в этом ничего страшного нет. Это просто дополнительный критерий. Поэтому у нас нет проектов, которые набирали 100 баллов максимальные. Поэтому всегда есть какой-то остаток. Но просто вы понимаете, что у вас должно вот это вот, максимальный у нас проходной балл был 70, то есть еще там 30 баллов был резерв на того, чтобы получить. Но обычно не бывает проектов совсем идеальных. Поэтому стремиться к тому, чтобы искусственно натянуть какую-то уникальность, не следует. Если у вас действительно в проекте есть эта изюминка, то вы ее, конечно, распишите. Но опять же возвращайтесь к тому, что проект должен быть настоящим. Еще один критерий, наверное, вот этот критерий практически один из самых важных в конкурсе. Это критерий про соотношение планируемых расходов и тех результатов, которые у вас есть. Для того, чтобы этот критерий сработал и по нему у вас были высокие результаты, вам нужно, во-первых, очень хорошо расписать эти самые результаты. То есть у вас должны быть они очень конкретные и понятные, что же вы в итоге получаете. Ну вот, там два примера. Наверное, первый пример относительно того, что такое результаты. То есть у нас часто пишут, что вот мы в рамках проекта проведем восьмую ежегодную конференцию, такую-то, и пишут, что ее результатом будет то, что в ней примут участие там 300 представителей некоммерческой организации. Вот этот вот критерий, вот этот результат, он по сути ни о чем, потому что он не говорит о том, какой эффект есть и вообще что общество получит от этого проекта. Ну, 300 человек придут на конференцию, замечательно. Вот сегодня здесь в зале 300 человек, 300 представителей некоммерческой организации. Вопрос, ну и что? То есть результатами этого семинара они должны измеряться по-другому. Вот у нас есть полный список участников семинара. Мы даже там, мы, соответственно, результатом станет то, что, например, стало бы, если бы мы мерили бы данный семинар, то сколько людей из присутствующих здесь сегодня подаст заявку на первый конкурс. Это первый результат. Второй результат. Сколько из людей, которые подаст заявку на первый конкурс этого года, победит в нем. Соответственно, тогда мы посмотрим, какое соотношение в том числе тех, кто подал заявку и победил, и, соответственно, поймем, полезный был семинар или не полезный, потому что он, может быть, просто был неполезный тогда, и это как раз покажет эти результаты. Поэтому, а просто число участников, ну, пришли, да, замечательно. Но этого недостаточно. Поэтому все-таки результаты в проекте, они должны характеризовать не всегда. Я часто говорю, что это очень сложно выделить. Действительно, результаты. У нас порой государственные программы многомиллиардные, люди ломают голову о том, как себе прописать их результаты. То есть и далеко не очень качественные, иногда даже забавные индикаторы встречаются в этих самых государственных программах, которые там в десятки и сотни миллиардов. Поэтому это не только для вас сложность, но результаты нужно выделять. То есть нужно вот это вот, нужно найти способ выделить результат. Это как раз в этом и проявляется вот одно из тех, что вы всегда, в любой работе всегда есть что-то, что-то уникальное, на что вы должны указать вот это вот, что же вы выделите. То есть, допустим, там талантливые ребята, но что с ними дальше, там отобрали их, дальше что с ними происходит, там, то есть какая-то поддержка. Иногда, если вы не можете отцифровать этот результат, то его следует описать, у нас есть специальный раздел, еще качественный результат, тогда можно описать его в качестве. Если его сложно в цифре замерить, это тоже бывает, тогда опишите его в качественном результате. То есть, что произойдет с этой группой. То есть, каким образом, потому что результаты – это как раз изменение того состояния, с которого вы начали. То есть, у вас вот была проблема, а что изменилось в среде? Вот это вот результат реализации проекта. Поэтому вот по этому критерию оценивается соотношение, сколько денег вы просите, и стоят ли эти деньги этого результата. Поэтому, говоря о конкретике результата, это все равно, что я бы сейчас сказал бы, что я построил дом в Подмосковье за 2 миллиона рублей, например. Вот эта фраза ни о чем. Почему? Потому что вы не в состоянии оценить, дорого, много это или мало. Потому что в этой фразе не сказано, сколько. Может, я построил на самом деле собачью кунуру, меня надурили, мне построили 4 квадратных метра такой вот собачью кунуру за 2 миллиона рублей. Тогда получается, что я какой-то ненормальный. А если мне удалось построить дом, не знаю, на 600-ках, сколько там, 100 метров, хороший, красивый, с какими-то характеристиками, то тогда понятно, что, наверное, наоборот, я молодец, у меня хорошо получилось. То есть цена определяется деталями. То есть мы, эксперт, соотнося сумму, он должен понять детали. Потому что вот эти результаты как раз, и чем лучше расписаны результаты, проекта, тем эксперту легче соотнести, стоит ли проект столько денег. Поэтому и вот эту вот оценку он как раз и дает. И здесь эта оценка, как вы видите, очень высокая. То есть, как правило, она в большей части диапазона 15 баллов. Соответственно, это очень высокая доля внутри проекта. И часто именно на этом критерии многие проекты рубятся. Ну и следующий, связанный с ним критерий, это реалистичность бюджета. Насколько бюджет проекта реалистично обоснован. Здесь как раз вспоминаются истории, когда кто-то на обычный проект закладывает ноутбуки по 90-100 тысяч рублей, которые совершенно непонятно для чего. Именно в этом проекте они не описаны, для чем это. Когда запрашивают те расходы, которые мы вообще не рекомендуем включение в проект, бюджет проекта. Самый страшный вид расхода, который точно убьет проект, и он точно, скорее всего, не получит в 99%, что не получит поддержку, это включить в бюджет непредвиденные расходы. Потому что вообще такая строка строго-настрого запрещена, она не целевая. То есть если у вас проект может пойти не так, как вы запланировали, но у вас всегда бывает где-то экономия, где-то вы потратили больше денег, где-то потратили меньше. Фонд же совершенно нормально относится к изменению бюджета. То есть если вы поняли, что где-то вы сэкономили, а что-то вам нужно, какие-то новые расходы всплыли, которые вы не можете реализовать, вы можете раз в квартал подать в фонд заявку запрос на изменение бюджета и, соответственно, поменять себе бюджет, внести в него корректировку. Но ни в коем случае нельзя просить непредвиденные расходы, потому что это не целевые деньги. Поэтому это сразу убивает ваш проект. Это вот, считайте, по этому критерию вы ноль получили. Ну и, соответственно, опять же, в чем бывает проявляется нелегистичность бюджета? Ну когда вы… Ну вот один из примеров как раз, который связан с календарным планом. То есть вы в проекте написали, что проект 15 месяцев, у вас календарный до 30 ноября, при этом в календарном плане у вас все мероприятия закончились, допустим, 31 мая, а все оставшееся время у вас все равно на 15 месяцев там аренда, зарплата. У нас такие проекты были. Соответственно, это тоже сразу понижает практически до нуля вот этот критерий. Потому что, ну, а что же вы тогда делаете в это оставшееся время? Сколько вы там еще полгода собираетесь что-то делать, а что? То есть у вас в календарном плане это не описано. Это ноль по этому критерию. Поэтому, если у вас нестыковка календарного плана с расходами, то у вас, соответственно, здесь, поэтому при элистичности бюджета будут еще низкие оценки, вплоть до нуля. И, соответственно, еще, если у вас будут расходы, которые фондам не рекомендованы, а они подробно расписаны в наших методических материалах. Поэтому, почему важно читать методические рекомендации по подготовке бюджета. То есть там все типичные ошибки разложены. Поэтому я как минимум вот к этому документу, там уже в 3-4 раз опять призываю вас обязательно этот документ посмотреть. Именно вот методические рекомендации по подготовке бюджета. Еще один критерий, масштаб реализации проекта. Ну вот для проектов до 500 тысяч рублей, он вообще ноль, потому что, ну, неважно, масштаб, маленькие проекты. Где-то он чуть повыше. Соответственно, масштаб, это выбор вами там, где он, в регионе, в рамках одного города, в рамках нескольких регионов. Но не стоит, масштаб нужно писать реально. То есть не нужно искусственно подтягивать, опять же, какие-то регионы, потому что эксперт, оценивая масштаб, он смотрит, насколько этот выборный масштаб реалистичен, насколько он обоснован и насколько календарный план ему соответствует. Что это вот действительно там в календарном плане равномерно во всех, на всей этой территории какая-то идет, ну, более-менее равномерно, конечно, так не бывает, что полностью, но более-менее равномерно идет какая-то деятельность на все эти выборные территории реализации проекта. Еще один критерий – это собственный вклад организации и те дополнительные ресурсы, которые привлекаются на проект и перспективы развития. К большому счету здесь два основных вопроса, на которые следует отвечать в рамках этого критерия. Это, во-первых, какие ресурсы организация сама привлекает и вкладывает. Потому что важно, чтобы… Ведь грант, как мы об этом говорим, это поощрение инициативы, но это не заказ, это не коммерческий заказ, который вы продаете услугу, у вас фонд покупает эту услугу. Нет. Это ваша инициатива и это лишь поощрение за добросовестную, хорошую работу и стремление улучшить свою деятельность и, в конечном счете, жизнь людей, с которыми вы работаете. Поэтому важно, чтобы у вас был собственный вклад. Это не обязательно деньги, но вы должны его все равно оцифровать. То есть, если добровольцы, посчитайте, сколько часов работы этих добровольцев будет в проекте и оцените его даже по минимуму, по минимальному размеру оплаты труда, сколько бы час добровольца стоил бы. Соответственно, тем более бывают добровольцы необычные, не просто… Но у нас, тем более, сейчас год добровольцы, и люди среди добровольцев есть просто, опять же, профессионалы очень высокого уровня, которые готовы… Юристы, экономисты, врачи, которые готовы бесплатно что-то делать. Соответственно, у них очень высокие зарплаты, соответственно, вы можете высокоилистированных специалистов отдельно в проекте рассчитывать, как если бы вы их нанимали бы за высокую плату. То есть, вы тогда указываете, что это как бы ваш собственный вклад в виде привлечения времени этих специалистов. Но и часто бывает, что там предприниматели выделяют какое-нибудь помещение бесплатно, власть вам какое-нибудь помещение бесплатно давала, то общественная палата региональная или федеральная выделила площадку вам для проведения семинара бесплатно. Тоже это нужно посчитать. Это ваш собственный вклад. Оборудование, которое у вас есть, вы можете тоже вложить, но никак, если оно очень дорогостоящие, никак всю стоимость этого оборудования, но не надо его делать, а как стоимость аренды на то время, которое вам нужно, это оборудование в рамках проекта. То есть, не нужно завышать этот вклад, потому что это тоже в минус сработает, но вклад должен быть реалистичный. У нас был проект, у которого как раз пример в конкурсе, когда мы очень низкую оценку поставили, ну, эксперты поставили очень низкую оценку по собственному вкладу, а он причем был заявлен. То есть, там была такая история, но очень смешная. Организация, у границы было два компьютера. Ну, вот представьте, два компьютера обыкновенных, ну, стоят они там по 30-40 тысяч рублей, ну, может, 30. Вот два, достаточно 60 стоит. Значит, как организация этот вклад посчитала? Она посчитала крайне так интересно, экспертам очень понравилось. Единственная организация, не понравилась наверняка результат участия в конкурсе. Значит, смысл такой. Говорит, вот у нас в области стоимость аренды компьютера в неделю 5 тысяч рублей, вот если кому-то арендовать. Значит, если мы на весь наш проект арендовали компьютеры, два компьютера, то это бы стоило 520 тысяч. Но понятно, что вот, ну, это, конечно, уже странное явление, потому что у тебя не может быть стоимость аренды выше, чем стоимость, ну, реально тех средств, которые у тебя есть. Но вот попробовали таким образом записать. То есть, конечно, здесь должен быть реалистично описан собственный вклад, особенно если вы реальные ресурсы привносите, там, средства, либо в виде публикации средств массовой информации, либо какие-то, опять же, бизнес-вклады. Желательно вам подкрепиться здесь письмами поддержки и вложить их в проект. Ну, вот, потому что, например, фонд не поддерживает закупку рекламы, то есть за счет гранта, и вообще любую рекламную активность, информационные материалы. Но если, например, вам бесплатно выделяют баннеры, то напечатать баннеры, это можно. Но тогда вот эти бесплатные выделяемые вам баннеры, вы можете это как при наличии письма поддержки посчитать как раз как стоимость коммерческой аренды рекламного пространства. Потому что сам бы фонд никогда не выделил деньги на оплату рекламного пространства, вот такого, покупка баннеров. Потому что здесь все-таки это социальная тематика. И еще один момент в этом же критерии. Если вы закупаете высокотехнологичное оборудование, то по этому критерию очень важно, чтобы эксперт что проверяет, что у вас в разделе, что дальше будет с проектом расписано, что будет с этим оборудованием. То есть будет ли оно эксплуатироваться для оказания платных услуг, либо оно будет частично платным, частично бесплатным. То есть очень важно, если вы в рамках проекта покупаете оборудование, которое дорогостоящее, например, медицинское, диагностическое, реабилитационное, которое долгосрочного использования, то вы в проекте говорите, что да, это будет бесплатно, но что будет дальше с этим оборудованием, куда оно потом денется. То есть часто эксперты потом как раз и ставят не очень высокую оценку по этому же критерию, говорят, что там снижают на несколько баллов по сути ее, они говорят, ну смотрите, они запрашивают очень дорогое диагностическое оборудование, а что с ним будет после проекта, это не описано. То есть будут ли также бесплатные услуги, это будет, вопрос не страшный, если это будут даже частично платные услуги, это же понятно, что НКО как-то должно выживать, но должно быть о соотношении, должно быть четко написано, что с ним будет. Для экспертов важно понимать, что потом происходит с этим дорогостоящим оборудованием, поэтому на это тоже обращайте внимание. Еще один критерий, это уже опыт организации по этому направлению. Здесь вот еще раз повторюсь, хотя об этом мы уже говорили. Важен профильный ваш опыт по этому направлению, по тому, которое вы сами выбрали сейчас в проекте. То есть вы можете быть очень известной организацией, у вас может быть очень много публикаций, у вас может быть много успешных реализованных проектов, но не по этой теме. То есть вы всегда занимались с детьми, сейчас взялись проблемы экологии, но у вас здесь нет опыта. Вам нужно, нам эксперт оценивает именно тот опыт по той тематике, которую вы выбрали. И еще очень важно, чтобы это был ваш собственный опыт, потому что у нас иногда в проектах это очень сильно до нуля доводило этот критерий. Это когда организация, например, но у нее есть партнерская организация, и она почти собственная деятельность, ее даже в то время еще не существовало, то есть она позже появилась, но она уже деятельностью перед своего партнера отчитывается как своим опытом. Здесь оценивается только ваш собственный опыт, опыт организации. Поэтому опыт команды другой, поэтому если у вас есть люди в команде с большим опытом, это уже другая оценка, но здесь оценивается только ваш собственный опыт. И вот, соответственно, раз говорим о команде, то здесь эксперт для всех типов проектов, здесь максимально 10 баллов можно получить, как раз та самая оценка от нуля до 10 без коэффициентов, всегда коэффициент единица. Как работает этот критерий? Здесь проверяется, как раз справится ли команда с этим проектом. То есть эксперт отвечает на вопрос, справится или нет. Поэтому здесь нужно, чтобы все позиции, которые у вас есть в проекте, ключевые, особенно если это связано с реабилитацией, с наличием специальных знаний, то все специалисты профильные должны быть в проекте. И, конечно, эти профильные специалисты должны быть в курсе, что вы их в проекте заявили. У нас просто было несколько случаев, когда эксперты выявляли, что по тем или иным причинам эксперт никак не может быть в этом проекте. А вторая система, у нас же электронная система, она по людям делает выборку. У нас бывает, что у нас там один человек в 10 проектах заявлен, и причем там практически на фулл тайм. То есть как же он справится с этим? То есть эксперты иногда находили просто невозможность того или иного эксперта выявить. А в одном случае у нас был проект по онкологической помощи, в котором был человек заявлен, который вообще не знал, что его заявили в проект. А при этом как раз эта заявка привлекла внимание, потому что заявлен был очень высокого уровня специалист. Возникли сомнения, что он вообще может быть в таком проекте, потому что он невероятно занятой и очень известный. А он там как ключевой участник. К нему обратились и выявили, что он не в курсе. Вообще, что он даже завключен в команду. Конечно, поэтому человек должен быть в команде проекта, и, конечно, команда должна справиться с проектом. Если из опыта команды описание видно, что у него уже серьезный опыт, то тогда эксперт поставит высокие оценки по этому критерию. Ну и завершающий, десятый критерий, он новый, он появился только в прошлом году. Это критерий информационной открытости организации. По этому критерию оценивается, насколько организация открыта и прозрачна. Потому что есть прецеденты, когда мы берем организацию, у которой было несколько грантов, серьезная грантовая история, но на сайте про эти гранты ничего не написано. Совершенно мертвая социальная сеть. То есть здесь возникает вопрос, но для нас особо важно, если организация раньше получала те или иные государственные преференции, государственные субсидии, государственную поддержку, то она априори обязана быть открытой, потому что как раз она взяла государственные ресурсы, люди должны понимать, на что эти ресурсы пошли и что ей удалось сделать. Если этого нет, значит это низкий уровень информационной открытости, значит организация получит невысокие баллы по этому критерию. Здесь оценивается и доступность годовых отчетов, и публикации в СМИ, и наличие группы в социальных сетях. У этого критерия есть обратная сторона. Вот те самые недобросовестные организации, которые пытаются писать за кого-то заявки, они сейчас уже придумали новый тип услуги по участию в конкурсе. Это раскрутка искусственных социальных сетей. То есть уже начали предлагать, что давайте обращайтесь, мы вам сейчас там подгоним, вот эксперты фонда обращают внимание на количество подписчиков в социальных сетях, давайте мы вам сейчас нагоним туда этих подписчиков пачками. Мы вместе с ВКонтакте научились определять фейковые аккаунты. Очень легко. То есть, соответственно, мы сейчас, поэтому вот эти вот накрутки ни в коем случае не делайте. Вот никому вообще, опять же, не советуем искусственно увеличивать число подписчиков в социальных сетях, потому что фейковость аккаунтов очень легко определяется администрацией сетей. Поэтому, а поскольку мы с сетями работаем очень дружно, то, соответственно, мы видим фейковые аккаунты. То есть это только в минус, опять же, сработает. Поэтому делайте то, что реально. Но у нас, конечно, были прецеденты такие, когда фонд развития чего-то там парламентаризма подает нам заявку на конкурс, у него есть страница в соцсетях, и там целый один подписчик, руководитель проекта. Но это, конечно, уже вызывает улыбку в лучшем случае. Но кроме улыбки эксперт ничего больше не поставит, потому что там, соответственно, сайта нет, годовых отчетов нет, но сеть не живая. То есть мы должны по… Не обязательно… Есть понятно, что организации, например, ветеранские, которым тяжело вести в социальные сети, и эксперт этого и не будет от нее требовать. Он будет понимать, что это вот… Он будет понимать тип организации, что ветеранская организация. Но все равно они должны быть тогда… Но даже у ветеранской организации у нее тогда будут все равно публикации в обычных печатных изданиях, и все равно на них можно дать ссылку как раз в проекте. Все равно будут какие-то документы, которые подтверждают опыт, в том числе благодарность и еще различные документы. Вот здесь хотелось бы сказать, что самая типичная ошибка в части писем поддержки – это прикладывать в раздел… Ну вот об опыте организации можно многое приложить. Можно приложить дипломы, можно приложить какие-нибудь там вот… Как раз приветственные слова на конференции, но не загружайте, пожалуйста, в раздел письма поддержки всякие приветственные слова, потому что это известная штука, то есть она не говорит о поддержке вашего нового проекта. То есть если вы приветственное слово к вашей конференции выкладываете в раздел письма поддержки, то это экспертам не будет нравиться. Почему? Потому что письма поддержки – это очень конкретная вещь. Это то, кто поддерживает ваш проект, и не просто поддерживает. То есть если у нас иногда экспертам говорят, вот у нас письмо поддержки от администрации. Администрация практически на… ну как бы от них отвязаться дала письмо, там прям это видно всегда в тексте. Вот на отвязаться или действительно проект интересен. Потому что она пишет, что проект поддерживается… точка. Поддерживается – это значит, что администрация всегда что-нибудь даст. Вот у нас был пример, который мы проект поддержали по работе с мигрантами в Татарстане. И там было прописано, что если фонд поддержит проект, то правительство республики Татарстан выделит на него 8 миллионов рублей. В итоге они свое слово сдержали. То есть все. Вот мы его… причем эксперта поддержали. Было письмо за подпись замбреда правительства республики. И они дополнительно финансировали, выделили обычное НКО. Там были прецеденты, когда муниципалитет говорил, что мы сейчас рассматриваем вопрос пролонгации договора о безвозмездном пользуемом помещениям. И если будет поддержка, то по нашим критериям это сработает в пользу того, что мы это к помещению безвозмездное пользование отдадим. То есть поддержка всегда выражается в чем-то. Там информационные поддержки, билборды ли дают, либо помещение какое-то предоставляют для проведения мероприятий, либо под офис, либо финансовую поддержку. То есть все равно это какая-то форма поддержки. Поэтому если это просто, что мы в вас верим вперед, это не письмо поддержки, это можно такую штуку загрузить в раздел об организации, но это не в письмо поддержки, потому что это не свидетельствует о том, что проект по-настоящему поддерживается. На основании того, что было сказано, хотелось выделить самые распространенные ошибки в проекте, которые есть. Мы описали пять самых распространенных ошибок. То есть самая распространенная ошибка, которая приводит к отрицательному результату, не победе в конкурсе, это запросить завышенную сумму, ну то есть вот себе заложить какой-то резервик, который сразу экспертам виден. То есть явно запросить больше в расчете, что там либо вам что-то отрежут, либо у вас удастся получить больше, значит как-то небольшой там жирок накопить. Поскольку это не, это форма поддержки, поэтому запрашивайте ровно столько, сколько нужно для реализации проекта, по самому минимуму. Потому что это все-таки не субсидия, это не софинансирование, это не оказание услуг, это поддержка. Еще одна ошибка, тоже которая очень негативно влияет, это предусмотреть вклад собственный, равный нулю. То есть просто сказать, что все за ваши деньги. О чем это эксперту, если все за наши деньги, то эксперту это говорит о том, что это не только критерий, там может быть ноль за собственный вклад, но это и бьет по актуальности проекта. То есть значит он никому не нужен. Если в него нет никакого вклада, нет добровольческого вклада, никто вам не готов помочь, значит проект никому не нужен, это бьет по актуальности. Поэтому вот написать вклад равный нулю, это значит вот явно, так сказать, ударить по шансу своего проекта на победу. Еще один пример проекта и ошибки, это включить бюджет расхода, который никак не связан с календарным планом. То есть у вас там появляется какой-нибудь внезапно, какой-нибудь сайт или какая-нибудь поездка, которая вообще в календарном плане никак не описана, какой-нибудь семинар, который нигде не описан, либо сроки, опять же, от этого выходят. То есть вы говорите, что вы будете проводить, ну допустим, проводите 10 занятий, а запрашиваете там расходы на 15 занятий. То есть у вас, когда вы в бюджет включаете что-то, что или включаете какого-то специалиста, который совершенно не нужен для реализации вот этих вот мероприятий, которые у вас описаны в календарном плане. То есть, соответственно, вот эти вот нестыковки, они сразу приводят к отрицательным последствиям. Еще одна распространенная ошибка, мы о ней уже тоже говорили, это не описать в составе команду людей, на которых вы запрашиваете зарплату. То есть у вас, например, написано раздел оплат труда в проекте, там 5 специалистов, и написали, что вот руководитель проекта, помощник, какой-нибудь координатор в каком-то регионе, педагог-психолог. Но вот берется эти 5 позиций, а в вашем описании команды этих позиций нет всех. То есть эксперт, да, понимает, что может быть вы хотите потом найти этого человека, но это снижает сразу несколько критериев, в том числе критерии реализуемости. Вот давайте, я запомнил вас, я сразу вам первому дам это слово с вопросом. Значит, критерии реализуемости это снижает. Почему? Потому что эксперт считает так, что вот мы сейчас, например, объявили конкурс, 1 июня будут результаты. Допустим, вы из 1 июня будете стартовать. Где вы будете искать человека? И что это будет за человек, какого? Но эксперту важно сразу увидеть. Если у вас все-таки команда и проект, то вы должны этого человека все-таки найти до этапа подачи заявок. Ну и еще одна самая распространенная ошибка, это не описать опыт организации по выбранной теме. То есть просто вот ничего не написать в опыте, но и подумать, что и так нас знают, мы известные, пускай эксперт нам поставит высокие оценки. Поэтому вот такие ошибки тоже очень часто встречаются, казалось бы. На этом о подготовке заявки, наверное, все. В завершении вот уже той части, которая связана с презентацией, хотелось бы рассказать о том, что с вами будет, если вы грант выиграете. На что мы тоже надеемся, чтобы большинство из вас все-таки, все, кто имеют хорошие полезные инициативы, они поддержку получат. Так вот, что в этом случае будет происходить? Первое. Договор о предоставлении гранта мы заключаем в электронной форме. То есть мы, в принципе, в прошлом году был год экологии, мы берегли бумагу и вообще ее не создавали внутри фонда. То есть в фонде все делается только в электронном виде. То есть заявки подаются в электронном виде, экспертизы делаются в электронном виде, результаты подводятся в электронном виде, все системы, соответственно, дальше договор формируется в электронном виде, он подписывается в электронном виде. Каким образом? Когда вы открываете счет специальный для получения средств гранта, вам сразу выдают одновременно электронную подпись, которая будет и для этого счета, и вы же ею подпишите договор о предоставлении гранта. То есть у вас будет договор о предоставлении гранта в электронном виде. Всю отчетность, все запросы, всю переписку с фондом вы тоже ведете в электронной форме. То есть фонд полностью, вообще весь свой, все комментарии, он даже и на письмах фонд тоже отвечает по электронной почте. То есть в принципе фонд полностью перешел на полный электронный документооборот, то есть мы бумаги нигде не плодим. Соответственно, открытие и ведение счета для вас будет бесплатным. То есть поэтому это к вопросу о бюджете, это в методических рекомендациях, на которые я уже много раз ссылался, написано, вы не закладываете расходы на открытие и ведение счета в бюджет, потому что это вам и так дастся бесплатно. То есть у вас будет открытие и ведение счета бесплатно, но самая главная штука, которая связана с за счетом, у нас система финмониторинга фонда, она работает в постоянном режиме. То есть она подключена к системе ваших счетов. Как только вы получаете поддержку, открываете счет, ваш счет автоматически подключается к системе финмониторинга фонда. Она работает круглосуточно. То есть как только вы даже платежку заформируете в системе у себя в клиентбанке, у нас уже система скоринга начинает проверку вашего контрагента, проверяет на филированность с вами и на, соответственно, рыночность, наличие, отсутствие в списке организаций, в отношении которых выявлено по критериям ЦБ подозрения какие-то, либо на то, что, соответственно, сколько времени существует, сколько времени ведет соответствующий вид деятельности, то есть все это проверяется. У нас был прецедент, вот, видимо, все-таки, ну, у нас 3000 поддержанных, более 3000 поддержанных проектов, поэтому понятно, что в семье не без урода, обязательно кто-нибудь найдется. А вот у нас уже выявлено там несколько случаев. Один из этих случаев, когда организация вот на этом же этапе, на этапе финмониторинга, то есть загружается платежка на покупку оборудования, загружается в пользу ИП, зарегистрированного за два месяца до этой операции. Значит, дальше смотрим, что же хотят у ИП купить. У ИП хотят купить все то же самое, что можно купить в любом компьютерном магазине, в любой там крупной сети, причем купить там вот и с ценами на там процентов на 40 выше. Мы запросили сразу счет, счет, как водится, там был номер 3, там какой-то такой вот, непонятно, как это сделано. И, соответственно, в нем было там цены на 40% выше, чем на Яндекс.Маркете. Соответственно, сразу сработал триггер, что ИП создана недавно. В итоге, по сути, организация хотела таким образом, но это бы ИП героически пошло, купила бы там же в компьютерном магазине по рыночной цене, а потом перепродала бы и 40% заработала. То есть такие вещи у нас очень легко отбивают системой финмониторинга фонда. То есть мы видим все операции вот каждый день. То есть раньше как было, что там какое-то время расходуешь, расходуешь, потом куда-то отчет шлешь в бумаге, непонятно, что там происходит. Сейчас мы видим все операции в постоянном режиме. То есть каждый день мы мониторим все счета по всем счетам наших грантополучателей. Кроме того, мы проверяем фактическое выполнение мероприятия. Вот у нас тут недавно такая же история была. Там какой-то проект у нас, там уже заключал три договора с ИП, там на аренду техники. Мы на это место в порядке выездной проведки выехали, где у него там техника должна ездить. Ничего там не ездило, но сейчас съездит куда-нибудь. Предложим выбор Магадан или Сахалин, я думаю. Поговорим с Сином после вынесения приговора. Но на самом деле по этому истории мы снижаем на грантополучателей нагрузку в части отчетности. Потому что мы постараемся сделать так, чтобы наш контроль был для вас практически незаметен. То есть для всех, кто добросовестно будет производить проект, вы даже ощущать его на себе не будете. Потому что мы просто в постоянном режиме мониторим счет и, соответственно, проверяем фактическое выполнение мероприятия. Но постараемся это делать без вашего участия. То есть объем отчетности, который сейчас сдается в фонд, он кратно ниже, чем был ранее. Потому что очень многие вещи, в том числе платежки, мы вообще даже не запрашиваем. Мы и так все видим, что у вас на счету творится. Отчетность в фонд сдается в электронном виде. Ну и вот повторюсь, в бюджет проекта и в календарный план можно вносить изменения, но не чаще одного раза в квартал. Соответственно, в этом случае вы просто в фонд представляете обоснованный запрос, но самое главное, что заранее. Поэтому и фонд тогда вам все эти расходы перенесет. Соответственно, на этом, наверное, все в части презентации. Вот последний слайд, здесь есть наш телефон и наш адрес электронной почты. Вот он очень востребован. То есть, если вот видите, здесь есть специальная даже статистика, которую мы подкрутили к сайту. У нас почти 51 тысяча была звонков в 2017 году. И, соответственно, все звонки в фонд записываются, обрабатываются. Мы следим за тем, чтобы были очень корректные ответы на все вопросы. И введем постоянно совершенствуем общение наших специалистов со сотрудниками. С сотрудниками коммерческой организации заявителей. Ну и вот еще один важный, то есть здесь статистика. Вот на этот адрес электронной почты, office.pgrance.ru, постоянно приходят вопросы, письма. И мы, соответственно, также отвечаем на них. И в итоге в прошлом году почти 13 тысяч ответов фонд дал на письма, которые получают. То есть мы находимся в постоянном контакте. И нам очень много обращений приходит. И мы все на все постараемся дать ответ. Но теперь мы переходим к вопросам, которые есть. Соответственно, коллеги, мы постараемся на все ответить на все ваши вопросы. Поэтому не переживайте. Давайте главное только пооперативнее. И чтобы была возможность у многих задать вопрос. Давайте начнем с вас, как обещали. Спасибо огромное за развернутое объяснение. Хотел задать вопрос по поводу оплаты. Вы говорили, что в команде должны быть включены те люди, которые дальше указаны как получатели зарплаты. А если это, грубо говоря, команда на два дня нанимается именно...